приветствую всех на моем канале меня зовут валентина и сегодня приглашаю вас прогулять со мной в секонд-хенд велика шафа на завод перед просмотром я буду очень благодарна если вы подпишитесь ко мне на канал подпишитесь ко мне в социальной сети авд валентинка мой лайфстайл и шоу-рум для нефлева где продаю вещи именно этот магазин славится своей обувью часто здесь попадаются брендовые модели ассортимент обширный показывать все я не буду только те позиции которые привлекли и заинтересовали у меня какого-то особого виш листа не было покупала только то что мне нравится приглянулись вот эти вот казаки я фанат этой обуви модели мне очень нравится стилизовать ее кожаных сапог было очень много кстати в другом секонд-хенде велика шафа такого выбора не представлена здесь нам очень даже повезло сейчас мы находимся в самом дорогом зале если я не ошибаюсь то цена за килограмм здесь была 270 гривен но обычно здесь обувь оценена изначально то есть не на вес но я могу ошибаться и не уточняла в этот раз когда посещала его вот эти вот босоножки очень понравились такие интересные плетеные на платформе а-ля испандрили фирма это river island не мой размер к сожалению рядом стояли интересные саба а джордж они кожаные с квадратным носочком но каблучок великого для меня я больше на плоской платформе предпочитаю ходить кстати еще заметила что здесь обувь представлена целыми коллекциями то есть по нескольку размера вот как сейчас на видео показываю видимо это как стоковый какой-то хэнда куда прям с европы не проданные позиции отправляют в отделе особо время провели очень много времени как видите здесь такое количество ее представлено но купить мы ничего не купили именно в этом зале потом мы переместились другой отсек и вот там повезло уже больше но мы пришли практически к закрытию магазина поэтому до конца весь зал я не смогла осилить поэтому в этом магазине я была два раза вот сейчас на завозе и потом через несколько дней я пришла так как не успела осмотреть самый-самый дальний зал проведя немало времени знакомы с ассортиментом из обуви мы все-таки приняли решение что нужно идти в другой отдел там где цена была по 160 гривен за килограмм и сразу нам попадается кожаный ремень от линденберг в идеальнейшем состоянии с очень интересной пряжкой в этот раз мы его не взяли потом вернулись и купили сумочка плетеная очень понравилась такая интересная модель если время располагает это я всегда вот эти контейнеры с изделиями обязательно осматриваю тут конечно времени меня поджимало но все равно мы немножко прошерстили ящик ничего такого сверхъестественного не нашли были и ремни и галстуки и носочки игрушки и клатч некоторые винтажные модели понравился плетеный поясок от красного цвета но я сомневалась что это кожа поэтому не стала его брать также здесь были части от ремней вот такая вот пряжка сумочки интересные нашли конечно состояние их было не на пять с плюсом поэтому мы их так и оставили в магазине ну что мне нравится это были винтажные модели очень интересные залюблены как я это называю и вот казалось бы нас время поджимает мы не можем так долго стоять рассматривать еще тем более снимать то что представлено в магазине но не что-то держит и знаете что это оказалось это наверное такие интуиция какая-то чуйка потому что мы вот копались 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 и я все отсеивала а потом раз и нахожу сумочку которая мне безумно приглянулась я ее уже несколько раз видео показывала она красивая валеная правильно это называется нет сейчас это не одна это сейчас и кожаные еще винтажные модели рассматривая к слову большая редкость найти винтажную сумку в идеальном состоянии потому что ну вот есть всегда к чему прицепиться ну либо мы такие уже придирчивые у меня в моем гардеробе есть некоторые модели такие ретро ретро и они прекрасном состоянии но вот на продаже не выставлен вот кстати эта сумка которой идет речь бамбуковые ручки видно что это хендмейт внутри ни одного отдела нет только вот такой отсек один сплошной но какая она вместительная какая она стильная какая она вот на дна в своем роде ношу с огромным удовольствием и обошлась на всего лишь 24 гривны не знаю почему но она очень мало весит я кстати даже думала что если не буду носить отдам моей маме эти ручки она любит меня вязать и смогла бы какое-то творение сделать это у нас рейл с аксессуарами здесь иногда можно найти шелковые кашемировые платки и шарфы но сегодня нет не удалось полиэстер аксессора экстре аксессора это есть шелковая модель но конкретно это нет знаете иногда смотрю видео других блогеров которые показывают на завозе выстраивается очередь люди забегают чуть ли не сносят друг дружку наши нет нас все спокойно приходишь себе чинно выбираешь можно даже как мы пришли под вечер и найти какие-то классные брендовые позиции а до того как мы пришли волыку шаф мы были в хумане и все-таки знаете в хумане бренды поинтереснее встречается нежели волыка шафе здесь тоже можно найти в конце видео я продемонстрирую свой улов но все-таки хумана у меня на первом месте по крайней мере в нашем городе так точно очень интересные лоты можно найти теперь мы идем на обувь в второй зал там где все по 160 гривен здесь опять-таки находим сумочку но не в идеальном состоянии от бренда пепе вообще была удивлена столько сумок в волыкой шафе обычно они как-то обувью больше цепляют а здесь и кожаных много вариантов было такой интересный ретро клатч синего цвета у меня в аккаунте шоурум тренди форевер есть несколько сумок из италии привезенных они в сохраненных stories у меня представлены как всегда я рассматриваю вот эту вот модель босоножек полиглянулись лодочки бархатные каблук высокие я уже такие не ношу а вот это вот люксовая находка это тот туфельки черного цвета слегка заостренным носочком у них фирменная подошва невысокий каблук рюмочка судя по подошве они практически новые не носились очень стильные также мне безумно понравилась модель вот это вот такие туфли босоножки я бы их носила с денимом это просто для ассортимента сняла печь ворк детская кофточка такая интересная здесь и солнышко и рыбка очень люблю такие вот хендмейт творения вязаные а сверху как флисы плюс вышивка в общем смотрится очень стильно интересная модель босоножья сапожек как это правильно назвать у них кругленький носочек ну а дальше по верху есть разрезы смотрится конечно очень оригинальная в них можно а летом классные луки придумать далее мы переместились вещевой зал и там начали попадаться бренды я многие из них не знала и решила для себя что буду откладывать потом буду гуглить но оказалось что вот это вот лена не представляет собой никакой интересности поэтому осталась в магазине так само по себе модель неплохая актуальный такой вот воротничок пола утка риска тоже никогда мне такая компания не встречалась я так понимаю это что-то латвийская наверное если вы знакомы с данным брендом напишите пожалуйста в комментариях будет интересно почитать это мы на обуви в самом дешевом зале отметились и пошли в вещи здесь у нас блуза от paula castello очень хороший дизайнер но она была полиэстеровая поэтому я не стала ее покупать далее юбка от all saint мне здесь понравилось то что она полностью расшитая пайетками и их можно было бы использовать для переделок для подделок у меня есть аккаунт крошки брошки где я делаю изделия ручной работы и я могла бы распустить и потом бы вышивать но в этот день я не успела ее купить а когда вернулась в более дешевый день ее уже не было также здесь мне встретилась футболка своеобразным вырезом от ralph loren оранжевого цвета в белую полоску очень такая интересная моделька базовая но я не устала ее покупать у меня в ассортименте хватает модели этой фильму поэтому прошла мимо блуза от and does the store кораллового цвета и конечно же погладить она была бы более презентабельная интересная вязаная юбка длиной миди состоящая из контрастной полоски красного белого и синего цвета это бренд у нас h&m размер xl был бы мой размер я бы с удовольствием такой себе бы прикупила как вы видите вещей здесь очень много все рейлы завешены тримпеля очень густо распределены смотреть не совсем удобно было но зато был большой выбор а теперь покажу что же в итоге я купила первая вещь такая интересная блуза полностью расшитая какими-то камушками бусинками я взяла ее для своего видео diy который будет на днях выйдет на канале поэтому рекомендую подписаться чтобы не потерять мне вот показываю спойлер слева изделие которое вышиваю я а справа это блуза которая расшита этими камушками которые я сейчас обрежу и буду использовать дальнейшем далее это платье от бренда frank asher зеленого цвета 18 размере очень дорогой бренд и очень интересная модель хоть это и полиэстер несмотря на ненатуральный состав мне нравится как ткань ведет себя и смотрится очень круто я очень жду скоростью у меня закончится ремонт и я смогу показывать вам мои находки в ином ракурсе более удобно это шерстяное платье от бренда alan manoukian на бирке указано что это 38 размер но у меня икс эс очка и это платье на мне так впритык сидит это французский бренд люксовый компания основана 1969 году и очень ценятся вещи за всю историю моего рассельства это четвертая позиция которую мне удавалось найти ну а вот это вот платье трапециевидное от брендона fnaf черного цвета с белым ворот и этот ворот как будто бы из кожзама выполнен это платье в сороковом размере и мне немножко в зоне декольте но великовато но так смотрится конечно очень стильно и эту модель можно носить как зимой так и весной и летом даже а вот это вот винтажная находка я нашла ее уже во второй раз когда приходила в магазин трикотажное вязанное платье очень интересные расцветки 99 процентов вещей которые мне удается найти я выставляю на продажу но вот этот платье скорее всего оставлю себе я на так понравилось такое интересное тем более я очень люблю винтажные модели и еще нужно учитывать что мне с моим весом очень тяжело найти какие-то вещи которые будут вот так вот вот сидеть по фигуре а здесь мне кажется идеально ну я буду благодарна за комментарии что вы по этому поводу думаете и вот эту вот позицию хочу оставить себе это шелковые брюки на очень высокой посадке не слегка укороченные красивого серого цвета завязываются на кулиске их можно как сейчас он пробовать с туфельками обыграть можно допустим с кроссовками в спортивном стиле здесь я ближе показываю фактуру ткани они очень необычные еще у них внутри есть подкладка и самое обидное что у них нет боковой бельки где будет указано что это сто процентов шелк но тактильно я уверена и на сегодня видео буду заканчивать буду признать но если в комментариях вы напишите что из моего улова вам понравилось по традиции желаю хорошего вечера улыбок добра всех благ